В этот день, 4 марта 1238 года, в московском плену погиб ростовский князь и благоверный Василько Василий Константинович. Страницы и летописи оставили для потомков яркий словесный портрет князя Василия Ростовского. Беже Василка лицом красен, ночем осветил и грозен, Хара убра пачи меры на ловях, Сердцем легок да бояр ласков. Мужество же и ум в нем живяши, Правда же и истина с ним ходяста, Бебу всему горасты хитр руками. Отваги по правде ему было не занимать. С 12 лет он участвовал в походах, помогая дяде, князю Владимирскому Юрию Всеволодовичу, Бороться против монголов, еще только разворачивавших свои тумены на Русь. В итоге же монголы собрали огромное войско и зимой 1237-38 годов Нанесли несколько мощных ударов по северо-восток Руси, в том числе по городу Ростову. В ходе тяжелой битвы на реке Сити великий князь Владимирский Юрий Всеволодович был убит, А князь Василий захвачен в плен, где его принуждали сменить православие на язычество. «Никак ожемене не отведите христианской веры», – твердо ответил князь, поплатившись за свой отказ в жизни. Ранее одной из главных забот ростовского правителя было обустройство любимого города, в котором князь Василий особое внимание уделял церквям и мощам святых. Рыдало народом множество православного, зрящее отходящим отца и кормителя сиром. «Но весь Бог церковный чин отверз ему, Бог очень сердешный, и всем людям церковным, и нищим, и печальным, яко возлюбленный был Отец». 4 марта 1671 года в России было создано внешнеполитическое ведомство «Государственный приказ посольской печати». 4 марта 1726 года при Академии наук была основана первая в России гимназия. Гимназия является первой основой для свободных искусств и наук. «Из нее следует ожидать выйдет просвещенное юношество. Молодые люди должны приучаться к правильному образу мышления и добрым нравам», считал один из ее руководителей, академик Михаил Ломоносов. Он несколько трансформировал учебный процесс, пролоббировал вопросы поступления в гимназию детей из низших сословий, увеличил число воспитанников от 18 до 40 человек возрастом от 7 до 26 лет. Поработал над программой и вместо немецкого языка вел углубленное изучение русского языка и философии на латыни. Согласовал танцы по выходным и катехизис по воскресеньям. Однако далеко идущие планы Ломоносова по увеличению количества гимназий не увенчалось успехом. По сути, являясь подготовительным трамплином для поступления в академический университет, учебное заведение просуществовало недолго и было закрыто по причине нехватки учителей, большого руководящего состава и отсутствия современного устава гимназии. Вторая же гимназия откроется только в 1755 году при Московском университете. 4 марта 1733 года императрицей Анной Иоанновной был издан указ об учреждении полиции в городах. 4 марта 1818 года в Москве был открыт памятник Минину и Пожарскому. В Первопрестольный это был первый памятник, поставленный кому-то, кроме правителя. В этот день, 4 марта, родились Герасим Колпаковский, генерал от инфантерии, один из завоевателей Средней Азии. Юрий Сенкевич – врач, журналист, известный путешественник, участник экспедиции и знаменитого норвежца Тура Хейердала. Александр Гедика – русский композитор-органист. Вальсы, сонаты, этюды, оперы, кантаты и симфонии – музыкальные сочинения Гедики знакомы каждому начинающему пианисту. Несмотря на то, что объемные вещи композитора исполнялись достаточно редко, Гедики от природы скромной и щедрой души человек никогда никому не навязывал свое творчество. С одинаковым воодушевлением он играл на органе в церкви и в большом концертном зале. Занимался преподавательской деятельностью и долгое время являлся ведущим органистом, органистом номер один. Даже в Советской России его органные концерты проходили с неизменными аншлагами. Ведь после выступления с первой симфонией удачи на жизненном пути ему пожелал знаменитый композитор Сергей Рахманинов. И в случае с Гедики он не прокадал. Талант удачно совмещался с огромной работоспособностью. Каждый день Александр Федорович вставал в 6 утра, всегда был пунктуален, бодр и обладал неповторимым авторским стилем. Что подчеркивал коллега-пианист Нейгаус. Гедика не принадлежал к потрясателям основ, новаторам. Но он так благородно и спокойно шел по путям, на которые вступила музыка до него, что многие из его лучших произведений продолжают доставлять любителю и знатоку музыки искреннюю радость. Таким был этот день 4 марта.